Хлеб да соль, звуки гармонии, народные песни и красная дорожка прямо на взлетно-посадочной полосе. Болельщики простили обидное поражение Код Девуару в товарищеском матче в Краснодаре. И Сочи принял российскую сборную как самых дорогих гостей. Дань традиции отдал наставник команды, а вот сами спортсмены, судя по всему, оказались не голодны. Футболисты просто отворачивались от каравая. А вот кто оценил встречу, так это болельщики бельгийской сборной. Каждый гость отведал хлеб-соль, а под русские народные песни даже пустились в пляс. Фанаты раззадорились настолько, что сами захотели ничьей в грядущей товарищеской встрече. Это дружеская встреча, и команда России наши друзья, и их болельщики тоже друзья. Мы ждем хорошие игры между ними на чемпионате мира в следующем году. А в товарищеском матче мы даже не против таких результатов, как 2-2 или 3-3. В общей сложности официально и организованно поддержать сборную Бельгии прилетели 35 фанатов. Так что большинство болельщиков на стадионе Фишт будут россияне. Ожидается аншлаг. Все билеты проданы. Вся инфраструктура, стадион Фишт в полной готовности. Поэтому надеяться только остается, чтобы наша команда показала отличную игру и подарила радость 40 тысячам болельщиков, которые будут впервые на стадионе Фишт уже как в новой футбольной арене смотреть за этим матчем. Игра «Россия-Бельгия» 28 марта станет своеобразным открытием реконструированного стадиона Фишт. Начало встречи запланировано на 19 часов. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ.